всем привет с вами июля сегодня 30 января воскресенье хочу сделать включение о моей новой рукодельной недели надеюсь что буду снимать но буду стараться снимать и вот сейчас у меня находится моя работа в развернутом состоянии я снимала видео все открыла и это конечно хороший момент чтобы вам показать сколько у меня уже выше то на каком этапе я нахожусь потому что сейчас я все это перекручу вниз оставлю себе буквально вот здесь вот чуть-чуть будет видно из вышитого и начну уже конечно наслаивать крестики работать над новым уровнем мне хотелось бы на этой неделе вышить сейчас видите я вот здесь нахожусь хотелось бы вышить мне вот так по талию да было бы конечно шикарно вот пару по ручку и по талию сегодня надеюсь поработать над голубой лентой здесь даже здесь немного ну и потом перейду наверное на юбку она вышивается скучновато ну и надо ее продвигать потихоньку поэтому у меня вот такой вот план в целом будем надеяться что неделя будет продуктивная опять же повторюсь что надеюсь буду снимать и делать включение потому что этот процесс настолько затягивает вы знаете что очень сложно оторваться то уж но сейчас еще пять крестиков еще 10 крестиков и вот так время уходит и как-то как-то даже и не снимала включение и и у меня есть еще одна новость очень такая интересная у меня произошла покупка шикарная и эту покупку я совершила впечатлившись одним видео марины марининой я думаю что многие ее знают марина у нас очень хорошо знает дименшинс этого производителя много вышивает дименшинс коллекция у него набора вообще большая и вот марина сняла видео о дизайнах с ангелами и как-то я вот посмотрел это видео мне там парочку понравилось думаю о мне тоже нужны такие красивые ангелы кстати наборы все редкие я их никогда не видела что они вообще существуют мне повезло я парочку как раз ту которую хотела приобрела ангела элегантности я уже вышла и вы знаете как только завершила этого ангела поняла что мне еще надо они настолько увлекательны они настолько приятно вышиваются и у меня даже появилась идея центральным как я буду оформлять свою композицию да вот центральный ангел у меня будет ангел мира большая такая работа серьезно здесь отрез ткани 50 на 70 ты практически будет вся она зашита да вот а по кругу будут другие ангелы какие ангелы буду вам потихоньку открывать секреты я уже сделала подборку ну ангел элегантности конечно будет и вот еще один ангел который у меня приобрелся это вот так вы удержать чтобы не пликовала это у нас ангельская мелодия я как-то сначала не обратила внимание на этот на этот дизайн но я вам честно скажу я несколько раз пересмотрела видео марины где она показывает своих ангелов и я оставлю ссылку на это видео но я вам рекомендую быть очень осторожны потому что марина настолько умеет высматривать какие-то детали в дизайнах dimensions настолько умеет их преподносить что вы обязательно во что-нибудь влюбитесь я ссылку оставлю но я вас предупредила будьте осторожны с мариной марининой она вот именно умеет заражать dimensions и я конечно очень благодарна что она показала нам что есть это эти дизайны обратила наше внимание на какие-то вот эти вот какие-то детали которые на обложке редко когда мы обращаем внимание а вот когда посмотришь ачивка тогда уже да это конечно что-то что-то впечатляющее и вот я долго рассматривалась рассматривала и высмотрела себе вот этого ангела чем понравился ну то что здесь очень много золота бриллиантов я так называю так минуточку не здесь лампа хочу показать вам как пышно цветет моя азалия я покупала этот цветок примерно год назад весной я ее немножечко проглядела не посыпала специальным порошком есть такой эко-порошок от жичков и на нас напала какая-то как для ну какой какой-то жичок напал она долго болела но ничего мы отбились вылечились и потом она мне стало хорошо цвести практически вот целый год она у меня потихонечку цвела этот цветок он уличный но у меня на балконе стоит балкон не застекленный у нас у нас балкон открытый просто под тендом и когда сильный дождь хоть она у меня так скрасит я ее всегда берегу когда сильный дождь немножко на нее попадает и ей не нравится вода не солнце она не любит прямого не воды поэтому я конечно берегу цветок но вот когда попадает вода она потом тоже очень болеет а это у нас был в афинах ледниковый период же наступил целую неделю у нас было холодно и даже ночью было до минус трех и я ее занесла в дом она уже была вся в бутонах я ее скорее спасать до занесла в дом и вот за неделю она вот так благодарность пышно вся зацвела такая красавица моя ты умничка так цветет но ведь и на листочках это беленькая то от порошка остаются такие следы вот эти вот жучки бабочки у нас по весне летают и делают оставляют нырнство потомство не знаю что за жучки в общем я ее очень хорошо обсыпала все это время чтобы больше у нас таких неприятностей не было и вот она сейчас очень активно цветет такая вся пышненькая такие цветочки все красивые но молодец молодец моя азалия так очень немножко и покручу везде везде цветы вот у нас сейчас идет потепление завтра субботу и воскресенье нам обещают вообще лето очень тепло и знаете хочу поехать к морю немножко посидеть попить горячего кофе чая не знаю чего нибудь возле моря то мы все акрополь акрополь я уже соскучилась и за морским воздухом вот завтра обязательно куда-то поедем и обязательно вам сделаю несколько включений но пока вот небольшой такой солнечный привет от моей азалии вся в цветах ведь и очень буйно молодец моя азалия так сегодня вторник 1 февраля я вас поздравляю с начала в нового месяца это у нас последний месяц зимы ну календарный конечно с марта мы будем ждать уже прихода настоящей весны ну и сегодня я хочу поделиться своими небольшими продвижениями как и обещала стараюсь сделать включение показывать по чаще ну и для себя тоже будет конечно какой-то стимул продвигать работу более активно хотя вот вчера я так хорошо повышевала продвижение пусть они небольшие но я работала над сложным участками я вот себя так усадила и сколько было сил я вышивала вышивала вот этот участок я его называю бело-серым пятном потому что здесь участвуют три оттенка белый и два таких вот они как бы серенькие они в обовиночках очень хорошо отличаются но на основе почему-то сливаются и особенно вечером и и я понимаю что мне мне нужна уже хорошая лампа я вот сколько смотрю у девочек обзоры на без теневую лампу я понимаю что я просто вот очень сильно отстала от жизни мне срочно нужна эта лампа я все со своей киевской лампой и мне очень темно становится вечерами но когда вышла вот такие вот участки я вчера поставила даже свой станок stitch smart просто как лампу дополнительно поставила окружила себя лампами потому что понимаю что вот темновато мне вот эти участки я еще хорошо вышиваю без проблем а вот когда она вот такой вот не сложно потому что я ориентирую все-таки по вышитым как-то крестиком вот эти два цвета между собой сливаются я бывают их путаю какой я вышила какой не вышила и поэтому процесс шел очень очень медленно но я себя так усадила спокойно вышиваем сколько вот сегодня смогу столько вышью но вышила хорошо вышел такой большой кусок но и уже себя чуть-чуть побаловала вчера перешла на рукав и здесь тоже уже стала вышивать обнаружила что у меня заканчивается один цвет который он активно еще участвуют в этой работе это у нас цвет 37 43 но то было мне не полно бобиночкой запасов и она видите быстренько у меня закончилась потому что этот цвет участвуют вот здесь вот здесь да будет много особенно много будет его сейчас идти давайте посмотрим картинку вот здесь в рукаве я вот только начала вышивать рука видите вот вот здесь плащ практически дошила ну то есть я даже посмотрю еще в запасах но скорее всего нужно будет закупать любом случае я буду докупать еще нитки потому что у меня предстоят укомплектовать несколько проектов и будет еще новый у меня проект о котором я вам расскажу попозже даже будет все готово это такой будет специальный проект для выставки если успею но расскажу все уже попозже вот на таком этапе у меня сейчас моя вышивка показываю прямо на станке на рабочем моем столе как у меня все идет процесс я ничего не убираю им неудобно я сажусь вышиваю по утрам немножко по вечерам по чуть-чуть это украдываю ворой немножко какого-то времени потихоньку работа двигается знаете я вот себе ставлю цель дошить к концу недели вот этот участок вот как-то так мне нужно вышить не знаю посмотрим как это у меня будет происходить еще раз возьму картинку вот здесь я юбку практически дошила еще нужно будет дошить кусок вот здесь я уже приступила к рукаву то есть мне хотя бы вот так вот так вот где-то под талию по ручку вот так срезать и что будет половина представляете вот это я рванула вот это я ускорилась да будет по половина работы но будем стараться и еще у меня есть новость вы наверное уже видели может не видели но хочу сделать еще включение сегодня я с вами хочу поделиться покупкой это вот такой вот один набор всего лишь одна покупка у меня произошла но это очень долгожданный набор и я за ним охотилась искала и мне повезло я его приобрела по хорошей цене и наборчиком не достаточно быстро прилетел и так по набору это дименшинс золотая коллекция серия рождественская номер набора 8708 какая у нас еще здесь информация называется дизайн ангельская мелодия размер работы будет 28 на 38 сантиметров с обратной стороны у нас вот так ниточки в пучке дата выхода набора 17 декабря 2017 год но раритетный набор но видеть еще не такой вот старенький не совсем состарившийся и какая еще есть информация значит у нас здесь 18 каунт цвет айвори аида и также указано что здесь используется металлик ну что давайте откроем и порассматриваем картинку уже получше не показываю сейчас какие-то детали потому что все бликует давайте открываем я так давно не открывала наборы дименшинс оригинальные вот ангел элегантес и которую я вышивала там в сумочке был набор там была другая упаковка вот такие вот упаковки уже букву но более современные я очень давно не открывала и поэтому когда же было непривычно что то такое новое ну такие у меня ощущения потому что наверное все таки дизайн очень долгожданный я его прям очень сильно хотела искала искала и знаете я вот в этот дизайн не сразу влюбилась и не сразу его поняла я познакомилась со всеми этими ангелочками на канале о так приходит вот так на канале у марины марининой она показывала там всю коллекцию ангелов от дименшинс и вот уже там со второго раза со второго просмотра я поняла что вот этот ангел мне тоже очень нужен потому что здесь красивое лицо здесь опять же музыкальный инструмент то что будет поддерживать моего ангела элегантности да как бы ангелы с музыкальными инструментами и это мандолина и также мне понравилось то что здесь очень красивый орнамент я почему-то думала что он будет вышиваться металликом меня так так захватила вы металликом все будет расшиваться но вы знаете нет не металликом тут все расшивается простой желтой ниточкой цвет под золото хотя немножко металлика есть дизайне ну вот показываю поближе вам элементы здесь не полная зашивка вышиваться будет легко и увлекательно вы знаете эти ангел они так увлекательно вышиваются это настолько увлекательный процесс и заразный что будьте осторожны итак начинается вот этот момент прикасание к материалам раритетного наборчика дименшинс давайте посмотрим что у нас здесь и как мне почему-то казалось что здесь будет много не так а здесь их немного так кусочек основы кусочек основы вот так вот небольшой очень приятная мягкая основа кстати достаточно чистая наверное ее стирать даже и не буду но посмотрю еще хорошо может быть типа стираю но края точно буду обрабатывать так нитки нитки у нас здесь перевязаны красиво ленточка и вот так вот насколько 4 пучка каждый пучок есть здесь как отличительный маркер шерстяная ниточка чтобы мы могли разобраться какой-то пучок да вот видите здесь зелененькая видно ну давайте полюбуемся на ниточки посмотрим что у нас здесь представлена но не так немного вот прям действительно совсем чуть-чуть ниточек как-то мало мало так интересно есть золотые но их очень мало здесь по сравнению с другим моим ангелом которого я вышивала вот ну цвета вот такие очень конечно они нежные хотя здесь и вроде бы красные синий зеленый яркий но тем не менее они припыленные такие нежные цвета тоже буду думать может быть я ниточки постираю чтобы не было в будущем каких-то проблем ну нужно думать так это у нас наши материалы также есть 22 сколько их тут раз два три три планшетки кстати они очень удобные я ими пользовалась прошлый раз и скорее всего также ими воспользуюсь очень удобные планшетки так это у нас подкладка мы переходим к схеме давайте заглянем две иглы тоже пригодится давайте заглянем схемочку посмотрим ой посмотрите здесь реклама мне пошло пожалуйста вот эти все наборы с игрушками ну я думаю не стоит представлять вам эти дизайны потому что все все знакомые все их очень любят за ними гоняются я бы тоже что-то такое вышло вот эти очень классные игрушки класс как жаль что все сняли самое хорошее все сняли с производства и и что теперь нам делать как нам находить наши любимые дизайны о какая схема такой схемы я еще не видела большая яркая четкая бумага хорошая мой совсем простой дизайн вот я смотрю на схемку очень очень простой дизайн так мне интересует вот этот значок это будет у нас золото или нет ищем ищем ромб а это будет blend да там будет металлик там будет золотая желтая нитка и металлик вот в этом узоре мне так было интересно все таки будет тут золото или не будет но все-таки есть золото класс я довольна я очень довольна схемка простая ой как у меня руки чешутся ой девочки эти ангелы не такие опасные они так затягивают вот уже на этапе схемы я уже поняла что мне срочно нужно ее вышивать что делать так посмотрим ключ ну здесь совсем по другое совсем другой я вот смотрела так давайте немножко свернул итак давайте посмотрим на ключик ключик здесь совсем по-другому обычно знаете в раритетных ну старенький в раритет мы прямо вот написано на нем раритет нет стареньких наборчиках там вот эти вот пучки бандлы да они расписаны на отдельном листе а здесь вот прям в ключе указано я вот смотрю вот он бандал один вот он сразу пандал 2 и прямо то что в этом пучке есть сразу идут значки очень интересно то есть ты разбираешь пучок его сразу этот пучок уже можно подписывать значки формировать я такого набора еще не видела знатоки дименшинс пишите какие наборы еще есть вы знаете вот с таким ключом но я постараюсь поближе показать вот тут еще бандал вот он четвертый а это комбинированные цвета так это еще здесь детали что это у нас бэкстича много-много цветов смотрите но тут тоже вот а нет насколько раз два три 4 5 6 6 цветов но вот каждый цвет у допустим вот 15 381 он и в одну в 2 в 3 нити бэкстич остальные все в одну нить это у нас что тоже бэкстич кординг будет и но французский узелок один так бэкстич еще раз два три 4 5 6 7 8 во как нет это у нас кординг получается бэкстич 1 2 3 4 5 5 и здесь мы посчитали 6 7 8 9 10 11 цветов так получается ну да бы все здесь такой разноцветный богатый но и есть вот кординг из бленда но один французский узелок так тут нам показано как лицо мы будем вышивать делать бэкстич как начинать вышивку прям знаете схема такая праздничная какие-то вот такие значочки полосочки все такое какое-то нарядное праздничное необычная какая-то схема так давайте посмотрю а есть здесь стандартное описание наших пучков должно быть так ну я не вижу может быть еще есть какой-то лист нет ну получается да получается вот так вот сразу нужно будет разбирать пучки и уже здесь будет информация по этим цветам вот схемка простая очень простая схема прям нечего делать вышивать так немножко еще присмотрела смотрите как индифицировать эти пучки вот в самом начале написано на белая нитка и написано что индификатор пучка да вот здесь зеленая нитка перед тоже написано индификатор этого пучка то есть вот как бы так здесь уже все скомпонована интересная кстати подход у dimensians был может быть там еще не были такие наборы с с такой вот очень интересная схема и вот видите здесь написано как использовать ключ да вот первая буква как украшена вот таким значком звездочкой да и и вот здесь тоже есть вот такая звездочка в общем схема такая на знаете с такой любовью создана как-то сразу это бросается в глаза что вот такие маленькие детали где-то где-то подчеркнута где-то что-то выделено очень интересно кстати приятно чувствуется что настолько все с любовью готовили что это особенное особенный дизайн какой-то праздничный да и конечно же мне будет очень приятно с ним работать вышивать этого ангела я наверное не буду откладывать в долгий ящик вы меня простите но у меня будет старт у меня будет начало конечно я сейчас немножко отключусь поработаю с пучками разберу разберу нитки сделаю организацию и потом к вам вернусь покажу как у меня все организовалось вообще на каком этапе находится процесс и так сегодня суббота 5 февраля неделя пролетела и хочу сегодня вам показать это что я смогла повышевать неделя у меня не получилось очень продуктивной было много различных дел и вышивала я мало но тем не менее что есть то есть и я знаете рада что работа самое главное она подрастает напомню вам еще раз картинку какая должна получиться итоговая такая красивая девушка ангел ну и как вы видите что я нахожусь уже приближаюсь но я так думаю себе к половине работы вот здесь вот к рукам приступила вышивать на этой неделе вот этот вот рукав да и вышиваю юбку юбка мне дается сложно потому что здесь такие цвета используются которые немножечко мне вот сливаются вечером них плохо видно и поэтому процесс идет медленно я потихонечку их вышиваю отмечаю на схеме пробираюсь но практически юбку я завершила вот это вот белые крестики это все то что нужно было вышить вокруг них обошьются еще два цвета и все юбка будет завершена а здесь это будет рукав здесь золотой будет получается рукав данном оборка как были не сплать я даже не знаю вот это золото вот так же я очень хорошо повышевала вот этот сиреневый рукав съездила докупила две нитки хотела купить еще не так на другие мои процессы которые я готовлю но у меня получились непредвиденные расходы на этой неделе поэтому я решила поэкономить немножечко так сажала денег куплю чуть чуть попозже потому что мне сейчас предстоит сделать еще один старт подготовку к выставке вот я вам потом все расскажу соберу все материалы чтобы можно было уже все подробно рассказать что будет за проекты что за выставка может быть кто-то из девочек кто живет в греции я знаю много девочек живут греции они скромные но иногда мне пишут и может быть вас тоже это заинтересует вот ну по этому процессу у меня вот такие мои продвижения они есть но они не такие как хотелось бы тем не менее нормально что тут уже говорить нормально юбка подросла вот рукав тут чуть-чуть я зеленым повышевала теперь что я буду делать на этой неделе я конечно же во первых перекручу основу мне уже неудобно тянуться я оставила специально вот как было чтобы вы могли хорошо видеть как подрастает мой процесс и сегодня я конечно же перекручу подготовлю уже к следующей неделе площадку что я буду здесь вышивать но мне обязательно нужно будет дошить юбку доделать тут рукав может быть еще здесь что-то ну я думаю что много мне не получится вышить но хотя бы вот какие-то здесь участки постараться доработать дальше руки буду вышивать я так подумала схеме представлена у нас схемы есть как можно вышивать руки и просто крестиком и 5 там я решила попробовать петит вот у нас ручки вот и вот я решила попробовать петит но буду вышивать петит не пол крестиком аппетит крестиком как я вышивала мои без корню небольшой здесь участок попробую посмотрю нравится не нравится и уже потом буду принимать решение как я буду вышивать лицо показываю вам части схемы по схеме я вот здесь вот сюда вышивала и вот здесь и нужно будет вышить мне вот руки вот здесь вот рукав вот этот участок ну то есть тут мне даже на неделю мне одного листа этого вполне хватит но это не все чем я буду заниматься на этой неделе у меня также будет старт давайте я вам немножко покажу и расскажу и старт у меня будет ну понятное дело я уже сделала обзор сделала подготовку старт у меня будет dimensians ангельская мелодия я думаю что мне можно себя порадовать я в этом году с января сделала два финиша продвинула практически до половины ангела мира от lavender and lace и я думаю что мне можно себя порадовать ну так хочется с одной стороны я стал от нового ангела тоже хочу вышивать но с другой стороны я этот набор так ждала что мне тоже хочется немножечко его повышевать я подготовила основу обработала край основы лаком для ногтей вот чтобы не осыпались края и также я разобрала ниточки на планшетке разбор был очень легкий потому что здесь я вам показывала немножко по-другому устроен ключ здесь сразу каждый пучок по ключу он сразу расписан там значки и вся информация как вышивается либо это просто цвет для бленда ниточки вот такие они спокойные цвета я имею ввиду даже вот красный он тоже такой очень насыщенный глубокий приятный цвет ну тут все-таки бежевые зеленый спокойный синий он тоже так он приглашенный припыленный как называют ниточки очень много металлика посмотрите прямо на двух планшетках в каждом пучке было по 26 ниточек я их не пересчитывала просто так было написано в пучке и вот я когда их выбирала из пучка вот эти вот ниточки я сама себе задалась вопросом вот эти старые наборы по моему комплектовались вручную если я не ошибаюсь и вот как это упаковщицы да как они комплектовщики как они считали эти нитки как нужно было их с бобинок отматывать по по 26 нарезать ну вот вообще сам себе процесс пытаюсь представить как это какие-то некие ниточки нарезать упаковать ну вот 26 было по моему каждой пучке 26 26 да все правильно помню по 26 вот ну и здесь также по ключу очень много блендов давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 8 блендов как буду организовывать органайзер для игл я бленды сделала копию а все остальные значки я напишу рукой потому что ну как бы здесь включу такой очень объемные весь копировать и вырезать мне лень а вот бленды самое то как всегда на вот эту вспененную основу приклею на двухсторонний скотч копию ключа остальные значки подпишу и вперед схема здесь легка как я вам показывала поэтому я хочу субботу и воскресенье два дня посвятить этому процессу повышевать я вчера в пятницу сегодня вот субботу с утра встала все домашние дела подела мне осталось только приготовить что-нибудь что-нибудь покушать приготовить надо и все и в принципе сегодня целый день и целый вечер мой я сейчас как себя усажу за стульчик как займусь моими крестиками как начну вышивать но я надеюсь на хорошее продвижение может быть я смогу прям вышить вот это основание вот так вот красное мне прямо очень интересно его повышевать посмотрим как будет смотреться здесь же будет металлик с красным цветом золото богатство бриллианты ох мне прямо это все так нравится вот такие мои планы но а дальше на неделе я конечно же планирую планирую продолжать вышивать моего ангела я хочу феврале финиш поэтому мы не сдаемся но пасаран и будем дальше работать над моей красавицы вот это по моему все новости этой недели ставлю вам видео такое на влоговая да у нас на прошлой неделе уже 10 дней назад примерно в афинах был ледниковый период и даже фотографии вставляла делала вставку в инстаграме вконтакте и ну для вас в россии в украине это привычная картина да вы это всю зиму так живете в снегу а у нас же в афинах снега вообще не бывает вот в прошлом году у нас чуть-чуть выпал снег и он в обед растаял а в этом году выпал снег и он не таял у нас было целую неделю холодно даже радостник упал до минус трех в афине такого я за 12 лет еще не жила никогда нам действительно было холодно наши дома не приспособлены к таким температурам у нас нет центрального отопления у нас каждая многоэтажка закупается дизелем и отопление у нас ну как бы паровое но мотор работает на дизеле на каждой многоэтажку и конечно же сейчас это всегда было дорого сейчас это вообще очень дорого и нам включают на два на три часа всего лишь вечером отопления у нас отопление в домах нет только у кого кондиционер обогреватели кто как сам хочет это как обогревается на многоэтажку вот на два три часа у кого как вы получается да кто как скидывается потому что мы сами все жильцы скидываемся и вот что мы как по деньгам и тянем сколько мы закупаем есть есть многоэтажки в которых люди вообще не скидываются ну там где победнее да и у них вообще нет никакого отопления вот а те люди которые себе поставили газ и у них получается автономное отопление те тоже боятся включать потому что у нас такое подорожание на энергоресурсы что это все стало стало просто каким-то недосягаемым ну вот в общем начало я зимы у нас холодно было нас засыпало снегом и все афины парализовала машины все стали все у нас на летней резине зимная нас никто не носит все на летней резине машины стали движение все стало на работу никто не может доехать и вот с понедельника там 20 числах января нам объявили неделю внутри три дня для госслужащих как бы такие нерабочие дни но все это затянулось на неделю пока афины очистили от снега пока там все пришли в какое-то там нормальное состояние стали двигаться ну здесь еще можно сказать это просто страх людей люди не привыкли к снегу никогда вы не видели ходить по нему не могут бояться температура нулевая но что бояться где холодно не можно упасть никакого гололюда нет но чуть-чуть снежок выпал но тем не менее все очень боятся мои девчонки на работе сразу мне позвонили одна потом вторая говорит юля снег выпал мы боимся мы на работу не придем как хочешь все вот так все здесь и и живут выпал снег сидим дома дождь прошел сидим дома ну в общем неделю страна была в парализации причем у нас случился чп но то вообще греция я считаю опозорилась у нас есть дороги объездные вокруг афин соединяют разные дальние районы они платные люди туда заехали их туда впустили произошла там какая-то какой-то затор дороги не чистили не выехали никакие машины ничего не чистили и не значит где-то там затор и все стали и здесь же люди не понимают что если машина чуть-чуть забуксовала нужно выйти подтолкнуть просто чтобы она поехала можно что-то еще сделать не понимают просто мозг не работает он отключается у людей и все сидят и чего-то ждут в общем 300 машин уехали затормозились на этой дороге дорогу закрыли они сидели 7 часов на в этой дороге ну как пробка никто никуда не двигается все кому-то звонили каким-то службам что-то добивались ноль эмоции и оказалось так что там был один из журналистов одного из канала центральных и примут в новостях по центральному каналу с ним связались по мобильному телефону он говорит мы тут 7 часов стоим с нами никто не разговаривать мы не знаем что нам делать люди бросают машины идут пешком просто ближайшие гостиницы потому что бензин заканчивается холодно 7 часов у нас говорит ждет ночь и они прям в прямом эфире стали решать и сказали что вот все сейчас военные выйдут и вас пасут ну правда а потом сразу же сказали что военные тоже не знают смогут ли доехать потому что же снег как они доедут по снегу и вот в этот момент пожалуйста греция все боится войны из турции еще что-то закупаются каким-то оружием молодцы всегда конечно нужно чтобы страна могла за себя постоять но тут ничего не нужно греции просто оружие погоды сделать три дня снега или три дня четыре дня хорошего дождя все весь все государство рухнет мгновенно больше ничего не надо все очень просто ну в общем история продолжалась 40 часов к ночи приехали военные приехали военные но так же уж ночь была они тоже уже стали ехали столько часов в общем ничего не с не стали делать к утру значит выпустили этих военных молодых призер призывников они тоже ребята молодые лопат в жизни своей не видели в руках не держали снег тоже походили походили там что-то там попытались поделать бесполезно ну что вызвали спецназ и вызвали команду парашютистов вот единственные последние 300 спартанцев греков очищали машины и потихоньку их оттуда люди забирали ну и через двое суток люди сами то домой добрались с друзьями с лопатами вернулись очищали машины забирали неделю была закрыта трасса неделю не работали афины ничего не работало не сообщение не курьерские доставки все страну парализовала это конечно нонсенс я всю неделю очень сильно удивлялась и ругалась как это так что люди боятся выйти из дома нет же гололеда ничего нет мы вода под ногами никто никуда не выходит все прям как парализованы ну вот такие вам истории немножко из греции наверное может быть кому-то это неинтересно но с другой стороны всегда интересно узнать как живет другая страна вот и вставлю вам вставку как значит нас засыпало нас круто засыпало снегом и потом как все это отмерзало как оттаивала да потому что у нас деревья то есть которые сбрасывают листья есть и которые не сбрасывают ну как сосны еще какие-то деревья у нас вообще весна у нас мимоза цвела и разные деревья цвели мандарины стояли красивые деревья и под тяжестью снега все это стало ломаться как всегда падать очень много деревьев все афины были за завалены деревьями поэтому тоже была такая проблема не просто снег убрать а вот очистить еще завалы просто деревья завалы и вот из этих деревьев и завалов очень много районов остались без света у людей не центрального отопления не света нет обогревателя нужно было три дня просто холоде сидеть и и чего-то ждать хорошо кого-то есть камины и собирались люди там у кого-то там в домах есть камин и вот соседи собираются у камина погреться у кого нет кто ни у кого нет соседей таких тем что те мерзли не терпели мерзли вот но хочу сказать что наш вот муниципалитет центральный афинский мы к нему как бы принадлежим вот видно человек думает заранее объявили за неделю экстренные погодные условия организованы машины организованы люди сорок восемь часов без остановок чистили дороги посыпали снегом у нас красота чистота мы когда с нашего района где у нас работа нас работа в хорошем районе мы оттуда ели вы выехали у мужа уже истерика на час он думал что мы не выйдем заехали в наш район ровно границу переехали как будто снега не было дороги все чистенькие все 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 солью посыпано никаких заторов все машины двигаются нормально вот нормальный человек подумал о своих людях выпустил две машины все прочистили все в порядке а тут центральные трассы шоссе взяли и не почищенные 300 машин там у людей заблокировались а там были или семья с детьми с маленькими и люди в больницу ехали съехали по своим делам и все вот там остались так сказать в заключении вот такая вот история в общем ставлю вам два видео о том как нас засыпало и о том как мы оттаивали немножко истории таких он порассказывала немножко с вами пообщалась на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока а и ПЕРНАСЬ! ПЕРНАСЬ! СИГА-СИГА ПЕРНАСЬ! ТОРА ЕГИНЕ АТО? МАЛЛИН! ПЕРНАСЬ! АПО ВАРРОСКИ! СИГА-СИГА ЭДО ХЛОНИЦЕ ПАРА ПОЛЁ! ДЕНТО КАТАРИСЕНЕ! Επιμένως, καταρίσαμε τον άλλο δρόμο. Εντάξει, στους μικρούς στενούς δρόμους δεν περνάει το... Δεν μπορώ πέρας τον κρέντιρ, γιατί αν του έρχεται κάποιος άλλος ανάποδα, θα ήταν καλύτερο. Δεν. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Δεν θα λειώσουν εύκολα. Γιατί όλοι οι βδομάτες δεν είναι τέτοια θερμοκρασία. Συνέξι, συντρία... Μείων τρία. Εντάξει, μειών δεν θα έχουμε. Μόνο την νύχτα μειών ένα που σήμερα θα έχουμε και τέλος. Μηδέν μετά θα έχουμε. Αλλά μηδέν και συντρία δεν θα λειώσουν. Ναι, ούτε. Όταν έχει νερό μόνο μέχρι συντρία πρέπει να έχει συννεφιά. Εάν δεν μπορέσει, που δεν έχει διαφορές. Αν ποιών πω, να το πεις πως έχει... Εγώ πιστεύω να το πηγαίνει σύνοχτο. Δε διαβοytic τι πω. Φτιάξει λίγο, εγώ, να επιβοnym ριώσουν. всем привет сегодня воскресенье 30 января сегодня у нас очень хороший солнечный день 12 градусов тепла греция выходит из ледникового периода и мы конечно же воспользовались этим прекрасным днем чтобы прийти на прогулку в акрополь но мы пришли с другого входа чтобы немножко прогуляться походить после дождей и снега все вот кости передает привет скажи привет после обильных дождей и снега у нас везде повылазили цветочки так видно очень сильно отсвечивает я не знаю видно вам не видно ну показал какие цветочки так мы сейчас поднимаемся поднимаемся видите какой все зелененькая весна полным кодом о там уже у нас какой-то концерт идет народ собрался и уже какая-то там музыка бременские музыканты так немножко я поднялась на гору смотрите здесь у нас афины по кругу горы горы афины но и мы идем туда не чем нравится у акрополя здесь очень много разных тропинок дорожек можно ходить по разным местам и все будет для тебя как бы они не надоедает это наша гора метоз видите там белая это снег еще оливковое деревце вот оно вот оливковое рощи от молоденькие деревья их сажали это вот сосна кедр красивый деревца а вот сделали площадку такую мы сюда редко приходим при этом здесь много людей вот отсюда тоже видно акрополь люди какие-то птиточки повырастали сейчас пойдем посмотрим наверно ромашки я так вижу точно ромашки все заземнел летом стать у нас такой травы нет летом все сгорает что до лета все сгорает поэтому сейчас это самый-самый сезон когда все живое напитывается водой влагой зеленеет цветет вот такая у нас весна у нас уже весна конечно еще будет холодно еще нам сказали через неделю опять будет очень резко понижение температуры почти до нуля но снега уже не будет но до нуля дойдет кстати в этом году первый раз у нас было минус 3 градуса и вот первый день было минус 3 2 день было 0 но этот 0 казался как будто нас минус 5 градусов такой знаете холод пришел вот зимний первый раз в Афинах мы жили вот такой вот холод конечно для нас это шок потому что у нас дома не не устроены ко всему этому у нас нет у нас дома как бы панельные все очень такие тонкие у кого если камень из камня дома вообще тяжело отапливаются и вот и отопление нас включают на мало часов поэтому конечно нам было очень тяжело видите как дерево поломало и вот тут тоже то что у нас оливковые деревья переломались очень много их но в парках последнюю очередь собирают сначала дороги очищаются чтобы можно было ездить и ходить потом уже будут чистить парки вот тут видно как раз весь масштаб после снега было много ветки стали тяжелые и все все вот так вот они ломались как раз все вот здесь и все вот здесь они сейчас и мы у нас там где может быть еще в виде как и везде а вот тут вот есть жесткие там а вот вы тяниlas и там но и и об в Так, это мы вышли уже к центральной аллее, оливковой аллее, и вот из этой центральной аллеи с одной стороны выход к Акрополю, сюда выход на гору Пилупап. Там хороший вид. Тоже люблю эту аллейку. Здесь летом такая красота, столько прохлады. Очень мне нравится у Акрополя. Зимой это наше любимое место. Сюда мы приезжаем гулять, набираться энергии, пить кофе. Вот такая красота. Здесь церквушка маленькая, старенькая, но работает. Часто там и крещение проводят, службы. Туристы в майках. Все позаболеют потом. Хоть оно и солнечно, 12 градусов, но еще очень холодно. Я сначала одела сегодня жилетку, а потом мне дома куртку. Лучше в куртке. Два куртки? Да. Сыркалушка. О, красиво такое место. Здесь такая развилка. Костя, мы после мастер-падоо. Мы после мастер-падоо. Куда же Андрея Хонпейс? Видео. Ну вот, девочки-мальчики, я вам сегодня такую экскурсию сделала по парку. Как будто вы приехали в Грецию на минуточку. Прогулялись с нами. Насладились солнышком. Костякины и филаки тоже кратые. Я река тетей улыбался. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова